Нововведение позволяет получить отсрочку по выплатам или снизить размеры ежемесячного платежа для безработных, инвалидов первой или второй группы, тех, кто находится на больничном более двух месяцев, либо потерял более 30% своего дохода, а также при увеличении количества иждивенцев. Человек, попавший в такую трудную жизненную ситуацию, может рассчитывать на этот льготный период 6 месяцев, все равно достаточный срок, чтобы выйти из этой тяжелой жизненной ситуации. Чтобы получить ипотечные каникулы, заемщик должен написать заявление в банк, в нем указать срок, на который берется перерыв, дату начала льготного периода и допустимую для заемщика сумму ежемесячного платежа. К заявлению также нужно приложить документы, которые дают основания для ипотечных каникул. Если человек стал безработным, естественно, нужно будет зарегистрироваться в органах занятости населения и представить соответствующий документ. То есть, если человек стал инвалидом, то нужно представить соответствующую справку об инвалидности. Если у него появилось больше иждивенцев, то нужно будет представить свидетельство рождения этого ребенка, либо, если ребенок был усыновлен, то иные документы. Перерыв не будет считаться просрочкой и не повлияет на кредитную историю. Помощь предоставят даже по старым кредитам, которые заключались до 2019 года. Ипотечные каникулы длятся не более полугода. Срок ипотеки увеличивается на количество месяцев льготного периода. Юрист советует брать максимальный перерыв. Если человек выйдет из этой тяжелой жизненной ситуации, он может уже уведомить банк, что готов платить, скажем, не через 6 месяцев, а через 2-3 месяца. Но если он выберет минимальный срок, например, думает, что за 3 месяца сможет эту ситуацию преодолеть, а он не смог, то уже банк ему может отказать в увеличении этого срока. Важно обратить внимание на некоторые нюансы. Воспользоваться отсрочкой можно только один раз и только для ипотечных кредитов на покупку жилья. Кредит должен быть на сумму не более 15 миллионов рублей. Банку нужно предоставить выписку из реестра недвижимости, которая подтверждает, что у заемщика только одно жилье. Нельзя в этот период обратить взыскание на предмет квартирного залога. Заявление о предоставлении отсрочки банк должен рассмотреть в течение 10 рабочих дней. Если никакие дополнения не требуются, ипотечные каникулы вступают в силу. Для того, чтобы вернуться к выплатам, россиянину нужно внести сумму, равную стандартной оплате займа. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.